привет всем надеюсь наше новое видео не заставило вас долго ждать мы стараемся их выпускать как можно чаще и чаще и конечно же нас очень радует всегда когда мы читаем ваши комментарии нам очень очень приятно читать ваши добрые слова отзывы пожелания здоровья нам мне моему сыночку и конечно же я читаю комментарии которые вы пишете по поводу того чтобы вы хотели порисовать и к предпоследнему видео и ирина ермакова написала нарисуйте пожалуйста картинку которая весь урок у вас лежала на столе поверх остальных стебли растений на фоне неба вот с удовольствием это сделаю и таких картинок мы с моими учениками нарисовали очень много речь шла конкретно этой картинке ее мы и будем рисовать и еще есть очень много подобных тем я их сейчас полистаю и если вам какая-то понравится то пишите в комментариях мы попробуем ее изобразить но дело в том что у всех у этих работ только цветовая гамма разная здесь она построена на принципе принципе создания объема визуального до пространства того что эти травинки находятся в поле они просто на фоне неба и это задание очень хорошо помогает вам научиться рисовать тонкие прямые линии до многих с этим проблема и нет ничего лучше как отрабатывать на уже на хороших интересных картинах это умение чем просто скучно и нудно рисовать прямые линии на чистом листе бумаги поэтому вот такие вот есть разные работы пускай они здесь полежат вы на них посмотрите может быть что-нибудь вас вдохновит а сегодня мы будем рисовать вот такую но опять таки здесь всего три шага она очень легкая фон который заливается по сырому задний план который нечеткие размытый за счет воздушные перспективы и травинки на переднем плане которые самые четкие самые темные дав я уже много раз говорила что самое темное мы рисуем в самом конце в акварели начинают всегда со светлого и заканчивают самым темным но здесь еще вот такие милые птички сидят в этих камышах или тростниках не знаю как они называются вот и фон на самом деле может быть любой здесь вы можете себе позволить нарисовать какой угодно фон выберите несколько три или четыре цвета и вливайте их в свое удовольствие можете сделать десятки таких фонов залить их дать им отдохнуть чтобы они сами вы высохли без фена посмотрите как расплывается краска это все акварельная технология это все неимоверный кайф и медитация и когда фоны будут готовы можете рисовать практиковаться травинки да что является собственно прямыми линиями вот поэтому я не знаю насколько близко у меня получится потому что я беру уже палитры с цветами определенными но будем стараться сделать что-то интересное поэтому я вас не ограничивают сегодня в выборе цвета но если хотите можете следовать за мной а потом уже поэкспериментировать нам понадобится для рисования бумага 300 грамм или больше хлопок желательно я обычно использую арш или вот это вот фабриану для того чтобы не перепутать стороны листа потому что он был вопрос в одном из предыдущих видео что вроде бумага хорошая дорогая они расплываются вероятно вы перепутали рабочую сторону они очень похожи и очень трудно отличить их для этого я советую вам смотреть бумагу на просвет на солнце и на ней внизу есть водяные знаки если вы их читаете правильно и можете прочитать название бумаги значит это лицевая сторона если у вас это название шиворот на выбор от значит на бумагу надо перевернуть вот секрет про который все время забывала рассказать нам понадобятся кисточки вы можете купить вот такой вот лайнер тонкая длинная кисточка который набирает в себя много воды и краски и потом ее долго отдают и дает возможность провести длинную линию такая вот похоже кисти используется для каллиграфии можете попробовать использовать тонкую плоскую кисть хорошую такую собранную чтобы она не была растрепанная либо простую круглую кисточку но вы поймете почувствуете сразу разницу с вот этой кистью потому что так как эта кисточка короткая в ней одна капелька краски и когда вы ведете линию буквально на середине она уже заканчивается и к верху вам приходится либо набирать добирать краску либо линия получается такой шершавая нам нужна цельная линия но на таких небольших работах в принципе возможно работать тоненькой круглой кисточкой если не получится то у вас будет повод сходить в художественный магазин и так карандаши стерки и клячки нам сегодня не понадобится набираем цвета всегда начинаем с теплого здесь очень красивые в подложке неаполитанский желтый вот он у меня уже есть я его размешаю акварель водорастворимая краска если она осталась в палитре достаточно чистая то ее нужно только разбавить водой и можно работать ей дальше это очень удобно поэтому у меня очень много грязных палитр но они только условно грязные потому что эти цвета и даже смеси цветов всегда очень красивые и акварель это то количество грязи которое вас устраивает возьмем так я сейчас вот здесь думаю наверное вот сюда возьмем золотистую или тот оранжевый самый яркий который есть у вас если у вас другие краски не те которые я называю вообще если вы хотите если будет много комментариев под этим видео по поводу именно красок название красок какие я использую и почему какие краски являются приоритетом как в моей основной палитре то я сниму по этому поводу видео напишите мне и мы сделаем для вас такой урок обзорный моих красочек чтобы вы рисовали такими же самыми цветами которые я называю и у вас получалось максимально похоже к тому что получается у меня потому что от красок тоже очень много зависит так вот здесь вот у нас есть лак оранжевый либо оранжевый такой более морковный золотистой больше желтизны до морковный такой лак оранжевый он больше розовинки что ли в этом краснинки в этом цвете дело в том что я использую нервскую палитру и в этих красках по моему уже около более ста оттенков вот эта коробка является рабочий для учеников моих и поэтому здесь много достаточно цветов для того чтобы ученики попробовали как нужно больше но я лично использую меньше у меня есть мои любимые и вот как из этого всего разнообразия вымыть выбрать свои любимые я вам как раз могу рассказать так я буду использовать ярко-голубую она именно так и называется в невской палитре но если у вас другие краски опять-таки выкрасть и используете самую яркую какая у вас есть из синих из голубых и буду использовать ультрамарин фиолетовый наверное все таки ультрамарин фиолетовый отличается от фиолетовой тем что он такой прозрачный белесый выпадает в осадок такой вот интересный цвет еще я хочу коричневинку вот этот вот цвет я создавала для другой картины очень просто в железоокисную красную или английская красная как в других фирмах он называется вот он я добавила чуть-чуть фиолетовый получился такой вот оттенок красивый интересный ну и собственно у меня тут нет индиго до для других работ можно использовать индиго допустим вот для этой здесь не фиолетовую в синюю сторону сочетание красок идут но здесь чтобы не выходить из гаммы я буду использовать просто фиолетовую которая является очень такой кроющий темный и и я замешиваю густо практически без воды так видно вот всегда передаю ваши приветы оператору который вот старается снимает все это дело и когда он слышит он тоже очень и очень радуется и благодарит особенно последний комментарий когда пожелали здоровья было очень вовремя потому что он не пошел в школу из-за простуды вот но во всех неприятностях нужно искать возможности и это возможность снять для вас новое видео потому что он остался дома так что мыслите позитивно для того чтобы мочить лист обязательно меняете воду используйте самую большую мягкую кисть которую у вас имеется я использую плоский флейц и сейчас я буду увлажнять весь лист и как всегда долго и нудно в процессе увлажнения рассказывать что это необходимо делать что если вы пренебрежете этой процедурой то краски будут растекаться плохо что лист будет сохнуть неровно оператор вздыхает со словами что это можно вырезать и ставить из любого предыдущего видео но это огромный процент успеха то как вы будь промачиваете лист бумаги меня отвлекают мои украшения которые дзынькают поэтому я сниму браслетик так люблю украшение такая девочка девочка вот промачиваем лист проглаживаю его тщательно помогая воде равномерно пропитаться впитаться лишнюю воду убираю лист должен быть блестящим вы можете убрать лишнюю воду настолько что он станет матовым вот матовый лист вам не нужен вы думаете все намочили разочек и все нет лист должен быть блестящий но без луж откладываем кисточку и круглой кистью начинаем укладывать цвета котя снимаешь у него там все работает так итак если мы видим на картине желтый сейчас все хором отвечаем на мой предполагаемый вопрос естественно вы все уже знаете что мы начинаем с желтого наш желтый это неаполитанский желтый и еле касаясь листа кончиком кисточки вы укладываете как акварельные феи этот желтый который будет у нас под ложечкой теперь я возьму голубой оставляйте промежутки между этими точечками тогда у вас краска будет стекаться более воздушно давая более красивые разводы если вы видите что у вас образовалась такая деформация листа что вода стеклась в одно место можете немножечко ее подобрать салфеточкой либо краем кисточки даже толстая бумага она все равно деформируется даже тоже читая предыдущий комментарий всем привет кто пишет комментарии я вас люблю кто писал мне предыдущий комментарий про то что листы нужно натягивать на планшет конечно в университетах мы всегда их натягивали но мы использовали очень большой формат бумаги и без натяжки невозможно работать а такие маленькие форматы они натягиваются вот с помощью бумажного скотча а в магазинах продаются профессиональные бумаги в склейках склейка это когда вы не можете пролистать альбом который купили он весь проклеен что маленькие бумаги тоже натягиваются но немножко другим образом беру господи забыла золотистую и усложняю вот эту зону желтую и беру лак оранжевый для того чтобы тоже сделать красивые подтеки и переходы это бумага другая видите какой коричневый вместе с голубым получился ну пускай и поэтому краски будут вести себя по-другому беру ультрамарин фиолетовый притеняю наш ярко-голубой создавая такие тучки может он заходить на оранжевый он даст такой серый оттенок пускай все расплывается можем даже побрызгать уже помните насколько я люблю брызгать вот побрызгайте вместе со мной придайте вашей фактуре вашему фону более случайные элементы опять у меня образовалась лужица ну вот так ли сдеформировался не стоит по этому поводу печалиться единственное что не стоит промокать очень сильно и собирать весь красочный слой потому что вот все равно делая это действие видите я нарушаю красоту разводов но лучше промокнуть чтобы лист просыхал равномерно иначе будут корки если вы не знаете что такое корки то можете оставить эту лужицу и дать листу высохнуть и вы увидите что такое корки так возьмем еще немножко нашего красивого коричнево фиолетового вот сюда вот вниз вниз у нас будет потемнее вот ну и можно даже здесь тучку усилить почему нет посмотрим как она расплывается и на данном этапе сушить лист полностью феном очень быстро не нужно потому что краска будет течь работать еще очень достаточно долгое время и пока вы ждете вы можете подписаться на наш канал и поставить обязательно лайки и еще вы можете потренироваться рисовать прямые линии а еще можете подписаться на инстаграм у меня есть инстаграм который называется art water color школа рисования здесь все анонсы на уроки также работы моих учеников мы рисуем скетчбуки рисуем акрилом рисуем с детьми делаем много разных интересных штук вот такие вот портреты классные это все работы моих учеников которые никогда не рисовали акварелью никогда не рисовали вообще в принципе и пришли заниматься и у них получаются вот такие вот картины причем абсолютно в любом возрасте и старый млад и мужчины и женщины и бабушки и дедушки и девочки и мамочки все все рисуют и все очень-очень рады ладно давайте перейдем к нашим прямым линиям возьмите чистый лист и попробуйте порисовать разными кистями ну вот такая вот тонкая кисточка есть наверное у всех обыкновенная круглая кисточка так самая тонкая которая у вас есть и попробуйте провести прямую линию люди когда проводят прямую линию не задумавшись как это делать она получается куда пошел отдай ему телефон она получается толстая потому что давление на сейчас я другие цвета возьму на кисточку не контролируется и когда вы ведете вы прикладываете кисточку полностью и получается линия и получается линия то как я вам говорила вот здесь вот она еще полна краски а вот здесь вот она уже такая вот шершавая то есть из-за того что кисточка коротенькая краска быстро закончилась и не хватило ее для того чтобы провести линию одинаковую по всей длине для того чтобы провести тонкую линию вы должны держать кисточку перпендикулярно листу то есть не класть ее да вот не нужно класть тогда будет толсто перпендикулярно и контролировать нажим потому что держа перпендикулярно листу Вы тоже можете нажать И тоже будет толстая линия А вам нужна тонкая Соответственно, вы Рисуете только кончиком Держа руку на весу Рисуете только кончиком Опять-таки, я вам рассказывала Что у нашей руки есть амплитуда движения И вы можете Держать ее, рисовать по радиусу По натуральному, который есть То есть, если я сейчас положу руку И буду вести прямую линию Прямой не получится Потому что мой сустав Имеет определенную амплитуду Получится вот такие вот В принципе, травинки как нам нужны Если вам нужна прямая линия То вы работаете либо от локтя Либо от плеча То есть, ваше движение должно быть Более размашистое Да, от локтя будет тоже определенный радиус От плеча вы уже можете Делать линии более прямыми И вы поднимаете свое предплечье Можете Мизинцем опираться для того Чтобы регулировать нажим кисточки И работать от плеча Тогда ваша линия будет Прямая и длинная И с одинаковым нажимом С одинаковой толщиной Сейчас, когда мы будем рисовать Стебли растений Тут немного другая специфика Стебель всегда более толстый У основания И более тонкий Кверху Поэтому вам нужно будет Здесь кисточку прижать А кверху начать ее поднимать Отпускать этот кончик Чтобы в конце вы практически Одной волосиночкой нарисовали Вот такие вот упражнения Вы можете поделать Прежде чем начать прорисовывать Свою работу А, забыла показать вам другие кисти Лайнер С лайнером все очень интересно Вы его набираете точно так же Как обычную кисть Прокручивая в палитре по кругу Она вот становится мокренькая Можно чуть отжать И лайнер вам отдает Эту воду Очень и очень долго И вы можете вести Длинную Предлинную линию Которая Еще долго не становится Вот такой вот шершавой Поэтому Лайнеры используют для того Чтобы рисовать прямые линии Длинные Ну и конечно можете попробовать Вот таким вот Способом Плоской кистью Тоже нарисовать линию Видите Какие тонкие получаются Потому что Характер кисточки Он диктует вам Отпечаток Да, если я ее сделаю Вот так У меня будет линия Широкая Если я ее поставлю Ребром То она будет очень тонкая Вот такие Так что попробуйте Работать разными кистями Пока ваш листик сохнет И потом напишите В комментариях Обязательно Какой кисточкой У вас получилось Нарисовать прямые линии Лучше Какой вам удобней Но если у вас Реально Какой-то кисточкой Получается лучше Вы ее конечно можете Использовать Но сделайте упор На то, чтобы освоить Другие кисти Потому что Это другие возможности Всегда Так Ой, как мне хочется Побрызгать Но я оставлю Оставлю Таким вот образом Как есть Потому что На этой картинке Фон без брызг Но у меня аж прям Такой соблазн Это сделать Что Не могу Сейчас мы Видим Что наш лист Уже более матовый Немножечко Осталось Вот здесь Вот Сырого Сырой бумаги И можно Теперь Досушить Феном Сырой бумаги Высушить Вам Высушить Высушить лист Вам нужно До такого же состояния Такого же ровного Как он у вас был Когда вы его приклеили Если он еще пузырится Значит что там внутри Есть вода На самом деле Я сейчас сушила очень горячим воздухом И он просто Коркой такой И застыл С пузырями Если лист у вас просохнет хорошо Если вы не будете Торопиться Как я И сушить Сильно горячим воздухом Он будет идеально ровный И вам будет приятнее И легче Работать Рисовать Ваши Травинки Итак Собственно Травинки Травинки На заднем плане Они Прозрачней И Холоднее Чем на переднем Но здесь у нас По тепло-холодности Особой разницы нет У нас есть разница По тону И вот эти вот Все травинки Что я провожу Я Примерно Композицию Представляю у себя В голове Если вы не можете Придумать Как они будут Располагаться То поищите В гугле Фотографии По запросу Фото Поле Полевая трава Какую-нибудь Такую вот Картинку Найдите Трава и закат Не знаю И посмотрите И можете Композицию Взять оттуда Но мне нравится Вот это направление Движения Вообще оно Приносит удачу Слева направо вверх Это восходящая линия Поэтому Я их Рисую Вот таким образом Вот эта линия Сейчас Очень-очень Прозрачная Она в принципе Такая прозрачная Мне не нужна Я могу усилить цвет И Я не вырисовываю Каждый Штрешочек Который Наношу Я Делаю Это Очень Легко И Небрежно Но Сохраняю Ритм Того колоска Который Хочу Изобразить Ориентируйтесь Можете Перерисовывать Прям С Вот этой Картинки Потому что Есть даже Книжка Моя ученица Недавно Купила Называется Портреты Цветов И я Я Всегда Говорю Когда мы Рисуем Что Либо Что Мы Рисуем Портрет Куба Портрет Шара Портрет Цветка Потому что Если у вас Будет Другой Характер Линий То Это Это Уже Будет Другая Травинка Не Не Это А Другой Тип Растения И Здесь Вот У нас Всего Два Вида Колосков Такие Вот С Длинными Листиками И Вот Еще Не знаю Как На пшеничку Похожие С коротенькими Соцветиями Вот Их Мы Будем Изображать Если Хотите Чтобы Я Показала Прям Как Рисовать Отдельно Тот Или Иной Вид Травы Пишите В Комментариях Потому что Мне Интересно Делать Видео По Вашим Запросам Я хочу Знать А то Я Трачу На Это На самом Деле Очень Много Времени Буквально Между Занятиями Между Работой Мы Бежим Снимать И Монтировать Потому что Я Еще Учусь В школе Испанскому Языку У меня Занятия По Утрам Работаю Со Своими Учениками Каждый Вечер И Между Всеми Этими Делами Мы Снимаем И Монтируем Видео Для Вас Смотрите Мне Хочется Немножко Изменить Цвет На Голубой И Поэтому Задумавшиеся Краски Я Уже Потеряла Мысль О О Чем Я Рассказывала Котечка О Чем Я Куда Я Вела Мысль Куда Да О О О О Что Так Как У Нас Много Времени На Это Уходит То Хотелось Быть Максимально Эффективными И Делать То Что Нравится Зрителю Потому Что Мы Это Делаем Для Вас Травинки У Меня Разной Длины Какая Это Больше Наклонена Какая Это Какие Это Растут По Прямее Не Нужно Делать Из Травы Забор Вот Здесь Больше Похоже На Забор И Не Так Интересно Все Травинки Примерно Ровно Есть Какие Вправо Влево Но Они Все Растут Ровно Сделайте Разный Ритм Этих Линий Пускай Они По Краю Идут Ровно Середины Начинают Прорисовывать Диагональ И К этому Углу Начинают Заваливаться Будет Очень Даже Интересно Низ Я хочу Заполнить Прямо Травой Травой Без Всяких Цветков Лепестков Потому Что Мне Хочется Более Тяжелый Более Нагруженный Более Темный Низ Я Тоже Изменяю Направление Движения Но Я Не Делаю Как Я Говорю Крестики Нолики То Есть Вот Таких Линии Делать Не Нужно Линии Делать Прям Накрест Как Иксы Вы Немножечко Пересекаете Но Они У Вас Все Подчинены Одному Ритму Сейчас Я Возьму Кисточку Чуть Потоньше Красочку Чуть Погуще И Порисуем Еще Колосочки Потемнее Которые Уже Ближе К переднему Плану Чтобы Разнообразить Нашу Вот Эту Вот Размашистую Траву Сделаю Несколько Колосков С Другим Ритмом Покороче Лепесточки Соцветия Опять Таким Не Нужно Делать Супер Одинаковую Травинку То есть Не нужно Делать Верх Право Лево Право Лево Право Лево Право Лево Она Будет Как Неживая Делайте Более Естественные Движения Причем Травинка Если Начинает Расти С Наклоном Направо У нее Как-то И соцветия Переклоняются То есть Вот смотрите Разницу Между Вот этой Вот И вот Этой Травинкой Какая Вам Кажется Более Натуральная Та Которая По Растрепани Поэтому Вот такие Вот Движения Старайтесь Делать Опять Таки Они у Меня Непродуманные Я Их Делаю Очень Случайным Образом То есть Буквально Можете Попробовать Закрыть Глаза И делать Вот такие Прикосновения Закрытыми Глазами Вниз И то что у вас Получится То и Соединить В травинку Но это Условно Для того Чтобы Раскрепостить Вашу руку Чтобы вы Не привязывались К тому Что видите Потому что Наш мозг Стремится Все Систематизировать И сделать Ровно Такой Да Квадратиш Практиш Жгут У нас Все время Нас Учили Ходить В школе С троем На Физкультуре ОБЖ И все Чтобы Было Подчинено Системе Да Все фамилии По алфавиту Ну и другие Виды систем У нас В жизни Преследуют И мы Не можем Отойти В творчестве От того Чтобы Не сделать Какой-то Более Регулярный Штрих Мозок Ритм Но Нужно Себя Заставить Попробовать Это Сделать И Сейчас Когда У меня Есть Прозрачный Средний План Я буду Рисовать То Что Находится На переднем Плане На переднем Плане У меня Ветки Которые На которых Будет Акцент И Вот здесь Я проделала То О чем Рассказывала Вам Раньше Здесь У меня Был Нажим Больше И сюда Линия Тоньше То есть Я подняла Кисточку Кверху Если Вам Неудобно Вести Вы можете Немножко Провернуть Лист Для того Чтобы Вам Это Было Делать Поудобнее И Желательно Чтобы Эта Травинка Не находила На то Что Вы Уже Нарисовали Не Упиралась В угол То есть Из угла Ее Вести Не нужно Введите Не знаю Где нибудь Тут Отступите Сантиметр Полтора И Проведите Таким Образом Даже Не знаю Нужна Еще Одна Или Не Нужна Наберу На кисточке Побольше Краски И Сделаю Не так Как на рисунке А Немного По-другому Не Очень Хорошо Что Она Попала В угол Но Ничего Страшного Нарисую Парочку Листиков Таких Более Темных Чтобы Сделать Разницу Углов Вы Помните Про Разницу Углов Этот Угол У меня Более Нагруженный Более Темный Этот У меня Более Голубой Здесь Нагруженный Но Прозрачный И Собственно Птички Птички Очень Простые Рисуете Такой Вот Маленький Овальчик К Этому Овальчику Пририсовываете Маленькую Маленький Кружочек К К К К К Пририсовываете Маленький К К К К И Вот Здесь Вот Хвостик Вот Она Сидит Хвостик Прижала Естественно Она Так Далеко Что Никаких Там Лапок Мы Не Видим Вот Она Прям Такая Прижатая К Стеблю Вот Здесь Птичка Очень Удачно Расположена То есть Я Здесь Нарисовала Потому Что Здесь Такая Пустота И Для Нее Хорошее Место Вот Здесь Я Даже Не Знаю Где Ее Расположить Потому Что Пустоты Как Таковой Не Получилось Но Могу Ее Спрятать Вот Сюда Эта Птичка У меня Будет Сидеть Так Что Хвостик Ее Будет Внизу Поэтому Я Рисую Овальчик И Хвостик Ну Как Такую Запятую Который Спускается Ниже Веточки Вот Так Вот Ну Будет Знаете Картинка Найдите 10 Отличий Почему Бы И Нет И Вот Тут Вот Еще Одну Такую Нарисую Вот На Самом Ярком Месте Она Будет Больше Всех Ее Первую Найдут Эту Птичку Тоже Хвостик Нарисую Вот Вот Так Ниже Стебля Такая Вот Птичка Получилась Ну 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 На Самом Дели Дольше Краска Расплывалась Сушилась Но используйте всегда все это во благо для того чтобы потренироваться сделать отработать какие-то другие линии и моменты и надеюсь вам настолько понравилось что вы обязательно лайкните подпишитесь на канал а также можете пройти по ссылочке внизу там есть кошелек оператора его же и монтажера который будет невероятно рад получить от вас вознаграждение вашу благодарность на жвачки вот а вы пишите чтобы вы хотели нарисовать следующий раз все рука художника грязная но тебя хотела сказать руках художника руках художника грязная . пока